Когда вы понимаете, кого вам нужно привести, приходит время подумать, как это сделать и желательно бесплатно. На платформе VK MiniApps есть инструменты, с которыми можно просто и бесплатно привлечь первую аудиторию в сервис, а дальше ваша задача будет удерживать эту аудиторию, приумножать ее за счет виральности, социальных механик и рекламы. Какие же бесплатные инструменты на платформе VK MiniApps доступны вам для получения первой аудитории и удержания тех, кто ранее пришел в ваш продукт? Первое – это, конечно же, попасть в каталог. Это совсем не обязательное условие для присутствия на платформе VK MiniApps, однако это дает доступ к определенным инструментам подсветки вашего продукта на аудиторию. И, конечно же, при прохождении в каталог вы будете проходить модерацию. Этим этапом я не рекомендую пренебрегать, потому что, во-первых, наша модерация может отловить какие-то баги, нестыковки в UX, которые могут помочь вам усовершенствовать продукт. И, конечно же, после прохождения этой модерации и попадания в каталог вы получаете доступ к дополнительной подсветке продукта на аудиторию. Вы попадаете автоматически в разделы «Новые» и «Рекомендации» в каталоге, тем самым привлекая внимание аудитории именно к вашему продукту на этапе вашего запуска, что помогает привлечь довольно большой объем первой аудитории, с которой вы можете работать. Помимо этих разделов на иконку вашего сервиса добавляется «Bage New», который также дополнительно привлекает внимание аудитории в каталоге и привлекает новых пользователей, чтобы они могли познакомиться с вашим продуктом. А дальше, как я уже говорила, ваша задача удержать эту аудиторию. Дополнительным инструментом привлечения новой аудитории может быть попадание вашего сервиса в мессенджер и в профиль. Расскажу про эти инструменты отдельно. Для добавления точки входа в ваше мини-приложение в мессенджере, вам нужно адаптировать механику вашего приложения под совместное использование. Что это значит? Это значит, что механика вашего приложения должна предусматривать взаимодействие пользователей внутри чата. Механика может предусматривать как взаимодействие двух пользователей, так и группы пользователей. Примером такой адаптации мини-приложения может быть наше мини-приложение PixelBattle, которое мы запускали не так давно. Думаю, что все знакомы с механикой, но кратко расскажу. Оно представляет из себя большое пиксельное поле. Задача пользователей объединяться в команды и закрашивать пиксели так, чтобы создавался рисунок. И как раз через мессенджер пользователи могли создавать команды, таким образом общаться в мессенджере и заполнять пиксели таким образом, каким им хотелось, создавать какие-то стратегии, общаться, переписываться и так далее. Именно такая механика отражает групповое взаимодействие пользователей в рамках мини-приложения. Эта механика подходит, безусловно, не всем. Но если вы понимаете, что вы можете адаптировать ваше приложение под совместное использование, вы можете это сделать и попасть в мессенджер дополнительной точкой входа. А как мы знаем, мессенджер является одним из самых активных разделов внутри приложения ВКонтакте. Второй момент – это интеграция в профиль. Эта интеграция тоже требует некой адаптации механики вашего мини-приложения под взаимодействие с конкретным пользователем. Например, в моем профиле закреплено мини-приложение «Мой тест на дружбу». Заходя туда, я вижу свой личный тест на дружбу и ответы моих друзей. То есть, это персонализация мини-приложения чисто под меня. Когда мой друг заходит через мой профиль в это приложение, он также видит мой тест на дружбу и может его заполнить. В свою очередь, я в своем профиле увижу его ответ. Такая механика иллюстрирует, как мини-приложение можно адаптировать под взаимодействие с конкретным пользователем через его профиль. Безусловно, это тоже подходит далеко не всем, но, опять же, если вы понимаете, что на механику конкретно вашего мини-приложения это может лечь и вам нужно только доработать немножко его, это можно сделать и точно также попасть в профиль пользователя, что будет являться дополнительной точкой входа.